Я хочу, чтобы вы мне помогли понять, в каком порядке мне решать мои проблемы, если это возможно. Вот лично у меня все плохо во всех сферах жизни. Секса нет, работа нелюбимая, был брак несчастливый. И мне очень интересно, то ли я первым делом должна жить комплекс жертвы, то ли разобраться в своем отношении к мужчинам, то ли мне сейчас надо все силы бросить на поиск занятий, которые приносят радость, то ли надо менять негативное сознание на позитивное. Очень меня привлекает мысль о самореализации, так как вы об этом рассказываете. То есть приходишь на работу, и прямо на работе начинаешь получать радость от жизни. Вот до вас я вообще не знала, что так можно. И считала, что если может кто-то, ну точно не я. А вопросы, как вам поступить, да, с чего начать или чем заняться, вот это, да? Ну да, просто у меня все плохо, я не знаю, за что хвататься. Не за что хвататься не надо, надо, во-первых, успокоиться. Вы живы? Да. Ну и слава богу, значит не все так уже плохо, а здорово. Да, у меня еще двое детей замечательных. То есть я еще пять минут разговор, и вы прям такая счастливая. Михаил, спасибо, я даже не знал, что я такая счастливая. Да, вот это счастливая. Рассказываю. Не надо ни с кем разбираться, не надо себя искать, потому что это ничего вам не даст. У вас определенная сложившаяся психика. Вот как только что, видите, перед вами звонила женщина, у нее тоже с этим проблема, но у нее, может быть, в связи с родами это возникло. У вас, видимо, это с детства, с рождения. И, а может быть, у вас тоже после родовая депрессия не вылечена и перешла в такое состояние. Или вы до родов были такой же? Ну, да, да я, в принципе, такой же была. Но вообще с годами и после родов, мне кажется, глубже. Ну, да, значит, смотрите, какая история. Это определенная психика. Что такое психика? Это, как сказать, центральная нервная система. Все, что с вами происходит, вызывает у вас определенные психические реакции. Они таковы, что вам плохо, потому что все плохо. Это началось очень давно. Я не фанат психоанализа, поэтому разбирать голодное детство и деревянные игрушки, приколоченные к полу, мы не будем. Но вот так случилось. Вы так сформированы. Я об этом рассказываю. Я специально для вас и для других расскажу еще раз. Что психика у человека формируется до 5-8 лет почти полностью. И вот это отношение к жизни, это состояние плохости, эта мысль о том, что вот на всех фронтах все плохо, она у вас с детства преследует. В этом смысле, конечно, грустная история, когда человеку, например, 50 лет, а он чувствует то же самое, что их 5 лет ничего не изменилось. Там одиноко, безрадостно, покинуто, брошено. И так далее. Не нужно. Так вот, вы, видимо, так были действительно чувствовали себя всегда, а вот эти роды эту ситуацию усугубили, потому что нагрузка возросла на психику. Что вы можете сделать? Конечно. Что вы можете сделать? Рассказываю. Первые три вещи. Первое вы должны, вы можете записывать, если хотите. Тогда, когда у вас возникает проблема выбора, она же у вас возникает, вот что конкретно сейчас делать, да, что завтра делать, что съесть, что надеть, куда пойти, что выбрать. Всегда из всех мотиваций выбирайте только одно. Выбирайте только то, что вам нравится, и то, что вам хочется, независимо от того, хорошо это или плохо. Вы меня понимаете? Да. Второе. Старайтесь как можно больше ничего не делать ни против своей воли, ни в ущерб себе, ни ради чего. Ни ради компромиссы. Ну, просто вот, если есть какая-то возможность не заставлять себя, что ли, да, вот вы сказали, жить себе психологию жертвы, это, кстати, оно, то вы старайтесь не делать. Есть, конечно, серьезные последствия. Вы можете, например, от вас могут люди некоторые отвернуться, обидеться на вас могут. И вы это должны понимать. Если вы хотите исправиться к сожалению или к счастью, на самом деле это к счастью, но вы пока этого не понимаете, лучше так жить. То есть не делать ничего, ни в ущерб, ни против воли. Поняли? Да, я поняла. И третье. Вы должны стараться сразу говорить людям, что вам не нравится в том, что они делают. Или если есть ситуация, ну, какая-то на работе, предположим, да, вы говорите, мне это не нравится, мне это неприятно, я так не хочу, меня это не устраивает и так далее. Что происходит потом? Если ситуация меняется, мы счастливо живем дальше. Если ситуация не меняется, у вас опять два сценария. Или вам уже все нравится, или до свидания. Это опять требует отсутствия страхов. Чтобы сказать до свидания, надо не бояться остаться без людей, без денег, без работы и так далее. Если вы начнете это делать 24 часа в сутки, например, спрашивать себя всегда, что я хочу и что я не хочу, нравится мне это или не нравится, ваша вот эта вот проблема начнет постепенно отступать. То есть вам больше и больше будет больше нравиться того, что с вами происходит. Теперь, то, что касается вас самой. Чтобы вам нравилась ваша жизнь, вы должны начать с себя и сказать себе, что сами вы себе нравитесь. Вы так можете сказать? Да. Полностью, без всяких но. Ну, я стараюсь, я этот рецепт вышла, стараюсь применять. Не типа у меня левый грудь, ниже правый, а вот прям обе нравятся. Вот так, да? Ну, я пока в это не вполне верю, да. Я могу теперь сказать, но пока еще не верю. Это не вопрос, Вера. Я вам не предлагаю на черный говорить белый. Я предлагаю принять себя такую, какая есть. Понимаете? Ну, видимо, не до конца. Да, знакомая мысль. Нет, вы должны это, это не то, что мы сейчас будем с вами, не знаю там, или я обговаривать буду, или каким-то аутутренингом займемся. Как в том анекдоте, сынок, у тебя голова круглая, не квадратная, и мама при этом в воздухе рисует квадрат. Вот этого мы делать не будем. Я просто скажу, вот такая, какая вы есть, вы должны себе понравиться в этом виде. Они говорят, Михаил, ну, чего вы так тоже странно раздуждаете? Я же вижу, что здесь вот у меня здесь надо подделать, тут похудеть надо. Нет, я имею в виду, что то, что выросло, то выросло. Наслаждайтесь. Вот так вы сможете? Ну, вот я сегодня пока этого не могу, но стремлюсь к этому. Вот когда вы все это, процедуру эту сделаете, вот тогда постепенно, а чем быстрее будете делать, и чем, как сказать, систематически, что ли будете делать, тем быстрее вас на счет отпускать. Потому что психика у вас заточена под негатив. Когда человек говорит, мне тотально все не нравится, а потом вдруг выясняется, что у нас двое детей, в принципе, есть, и муж был, и сама я с ним развелась, а у нас же есть люди, женщины, без детей, без мужей. А у вас, типа, все есть, и что-то было, и что-то еще будет, но вот не живется. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Анна, мне 25 лет. У меня к вам такое дело. Дело есть? Да. Ну, давайте ваше дело. Я замужем 3 года, и мой муж имеет недостатков, я его очень нежно люблю, люблю быть с ним, заботиться о нем, кормить его, ну, все хорошо. А во мне проблема. Я пережила несколько сильных трагедий, и стала вообще истеричкой. Любая мелочь абсолютно внезапная для мужа, для меня может стать, ну, просто взрывом, истерикой, слезами, просто какими-то трагическими настроениями. Вот. И у меня к вам вопрос. Как научиться контролировать свои эмоции? Стоп, стоп, стоп. Никак, никак. Если вы будете их контролировать, то в результате получится такая проблема, что вам будет, в общем-то, еще хуже, потому что контроль над эмоциями, это может к психосоматике привести. Что такое контролировать эмоции? Подавлять, правильно? Угу. То есть человеку вообще свойственно в естественной природе свои эмоции проявлять. А когда он их подавляет, и это делает достаточно часто, то врачи, и в частности и онкологи, и гастринтерологи считают, что это вот результат, так сказать, подавленных эмоций. Это вредно. Вам нужно вообще решить проблему, понимаете? Не подавлять эмоции, не контролировать эмоции, а избавиться от... Это ведь главные две эмоции, вами так догадываюсь, рулит. Это чувство обиды и чувство унижения. Вот там несправедливость, неправильность, вот это. Надо от этого избавиться. Не все люди так реагируют, понимаете, да? Да. А подавлять, а зачем их подавлять? Это вредно для здоровья. А вдруг он тоже будет слушать вашу программу и скажет мне до свидания? Видите, вы все боитесь. Все будет. А значит, это не ваш мужик. Не ваш муж. Если он скажет до свидания, вам не нужен, да? Который говорит там до свидания, правильно? Почему вы так волнуетесь? А вы можете привести пример, на что вы так бурно реагируете? Чтобы я понимал? Да, да. Только вы не смейте, пожалуйста. Нет, не буду. Вот недавно на отдыхе мы с ним играли в теннис. Так. Мы не очень хорошо обыграем, поэтому мы договорились, что мы будем играть, не подставляя друг друга. То есть не специально кидать какие-то сложные места. Ну да. Вот. И, в общем, мы нормально всегда играем. И тут, в общем, я была у сетки, и он подал мне в дальний угол. В общем, я не могла достать. Я спросила у него, ты это специально? И он такой говорит, ну да, специально. Мне так захотелось. И я взорвалась, сказала, что он предатель, что он жулик. В общем, до каких-то вообще гипертрофируемых эмоций дошло. Хотя я даже в момент истерики понимаю, что это глупо. Так, вот такая сетка. Давайте ее разберем, хорошо? Да. Вот смотри, что с мужем произошло. Он это сделал не для того, чтобы вам нагадить, как вам показалось, да? А потому что ему надоело играть в этот детский пинг-конк, правильно? Он захотел размахнуться рукой и дофигачить подальше, правильно? И чтобы вы еще побегали. Угу. То есть вы как бы играли, вы договорились, да? И такая немножко, как сказать, зажатая, такая странная игра. Да, где все так, как пятилетние дети, перескидываются мячами. Больше похоже на пионер-болт, чем на теннис, правда? Угу, да. Да ему уже надоело, он взял это самое. Вы можете то же самое сделать, загасить прямо ему в голову. Да. Но то, что вы обиделись, вы сразу принимаете на свой счет. Как ты мог? Мы же договорились. Как ты, это же я. Как ты со мной поступаешь? Я же около сетки. Зачем ты в дальний угол? Мы же с тобой говорили. Вот это вот начинается. Вот эта обиженность, она, как правило, или после психотрап, как вы говорите, или с детства. И надо идти к психологу и избавляться от нее. Я, кстати, насчет психологов хочу сказать два слова. Иногда я получаю такие, ну, как замечания, что ли, да? Михаил, и по любому поводу говорите, идите к психологу, идите к психологу. А представь себе, у нас, например, была бы медицинская передача. Звонят люди и говорят, там один говорит, я умираю, второй говорит, у меня, я не знаю, гангрена, третий, у меня рак, четвертый, у меня спит. А что вы им скажете, кроме как идти к врачу? Расскажите мне, дайте мне совет тупому, а что можно еще посвятить человеку, кроме как идите к врачу? То есть это нормально воспринимается, да, что если у вас заболевание, вам надо его лечить. А когда у нас идет передача о психологии, о людей, реальные проблемы, вот то, что мы слышим, я говорю, идите к психологу, то время от времени я слышу такое недовольство, типа вообще всех психологу посылаете, потому что это радио, это радио, как сказать, ток-шоу на радио, а психолог, это уже реальная психотерапия, конечно, надо туда идти, сейчас вернемся. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, меня зовут Оксана, мне 39 лет. У меня такая история, я познакомилась по интернету с молодым человеком, с молодым мужчиной, общаемся, переписываемся, мне интересно очень с ним общаться, хотела его вывести на реальную встречу на нейтральной территории, так скажем, да, приехать в другой город какой-нибудь, мне и ему, но человек говорит, он сейчас не может, у него проект, работа, нет возможности, и когда-то эти результаты он узнает концу лета, но, ну, может быть, силу своей эмоциональности, не знаю, или может быть, глупость, такая иллюзия любви, я до этого момента, я могу, конечно, ждать до конца лета, но я чувствую себя занятой, и стоит для меня ждать этого момента, или же надо просто прекращать отношения, это не реально. глупо психологу давать такие советы, потому что это же ваша жизнь, а не моя, да, так я скажу, стоит ждать, вы будете ждать, скажу, не стоит, вы не будете, это дурацкая ситуация, я вам по-другому можно объясню, а решение вы уже сами принимаете, хорошо? Да. Вот вы испытываете чувство дискомфорта, это я сейчас мягко выразился, правильно? Вам ситуация неприятная, к сожалению, это и есть ваши отношения, вот они такие, и вот тут уже сами решают, что вам делать, то есть дело не в том, что он занят, да, но у всех свои обстоятельства есть, я понимаю, да, а в том, что это как бы модель ваших отношений, то есть вы хотите встретиться, он избегает встречи, мы оба понимаем, что у нас впереди майские праздники, да, там 10 дней просто делать, что хочешь, да и вообще было бы желание, дело в том, что вы, так как вы в сети знакомитесь, в сети 90% это виртуальщики, они не по поводу встречи, они по поводу переписки, понимаете? Но вот поэтому так, но на будущее, когда вы спрашиваете себя, как мне поступить в такой ситуации, или в похожей ситуации, или в другой ситуации, тут нет правильных решений, дождаться или нет, здесь есть ориентирование на свое состояние, на свое самочувствие, а оно у вас фиговое, правильно? Абсолютно точно. Ну а зачем ждать? Вымученную встречу летом, да? Типа, ой, ну наконец, через полгода он это самое. Радость какая в доме. Вот отсюда и принимайте свое решение. Здравствуйте. Есть молодой человек, живет в Америке, я в России, познакомились с этим летом, связались отношения, виделись один месяц летом, один месяц прям похожий, зимой на отдыхе, в целом все хорошо, но наши отношения построены на лжи, нам приходится врать его родителям, о месте, которые мы познакомимся, он в рамках документов, о стране проживания, я вру и маму это реально все стоять, ой, какие-то прямо странные граждане, но несмотря на это, он оставит на будущее вместе, при случае планируемого вместе. Как вы относитесь к отношениям, в которых у нас настолько много лжи? Рассказываю. Это отношения нездоровые, но у лжи есть три причины. Страх, выгода, и не дай бог у вас третья причина, это немотивированное вранье, это уже клиника. Когда люди просто придумывают всякую фигню, не преследуя никакой цели, ничего не боясь. Поэтому, ну, девротики находят друг друга и живут как-то, я считаю, что это очень нездоровая история, но решать, конечно, вам, опять же, как и в предыдущем случае, психолог не должен за людей принимать решение. А вы можете сказать сами себе, почему вы врете, да, жалко, что это сообщение, а не звонок, было бы интересно, по-моему, что человек вообще придумывает. Здравствуйте, Александр, 44, второй брак, два года, родилась, наконец, желанная дочь, но тут появляется тяжеланная влюбленность, а избавляться от этого или делать как хочется, съедет надо всегда как хочется. Я ушла от мужчины после пяти лет жизни, он не хочет ни детей, ни свадьбы, но я его люблю очень, сейчас встречаемся как любовники, что мне делать в этой ситуации лет на 38 лет. Леда, вам надо решать проблему, потому что, как я сказал, невротики выбирают отношения, здорово выбирает себя. Как это выглядит? Старик, я тебя люблю, прямо очень, но у нас с тобой, видимо, разные цели в жизни, разные дороги, поэтому пока. Вот так, но для этого надо не считать, что это последняя любовь в твоей жизни и так дальше. Я обратил внимание, очень много вопросов, я же не ограничиваю вас в темах, тем не менее, первый, про отношения, и второй, очень много жертв, людей, как бы реально, как бы откровенно, плохо живущих и страдающих от этого. Поэтому, что сказать, что вы должны подумать о том, что ваши отношения, даже мазохистически приносящие вам хоть какое-то странное извращенное удовольствие, это ненормально. И решить, что с этим счастьем делать, потому что есть нормальные, красивые, шикарные, прекрасные отношения. Добрый вечер, меня зовут Екатерина, 30 лет, а у меня проблема с мамой, я выросла в полной семье, папа, мама, старшая сестра, но проблема в том, что я, мягко говоря, недолюбленный ребенок, мне не говорили, что мы тебя любим, что ты такая красивая, и, видимо, со временем, папа нормально себя ведет, а мама, видимо, у нее вот это вот проявление, любовь, которую она не додала, начала проявлять сейчас. Маме сколько лет уже? Маме 65. Так. И мамы для меня становится, ну, очень много, она может по 7 раз на дню звонить, и вечером еще, мы живем в разных городах, и вечером она мне еще по скайпу названивает. А когда вы были ребенком, она такая же была тревожная, да? Нет, абсолютно нет, я жила сама по себе, ну, как сама по себе, да, я раз в день созвонились, и все. Угу. Ну, хорошо, а в чем ваш вопрос? Мой вопрос, как мне в данном случае правильнее себя вести? А как вы хотите себя вести? У меня двоякая ситуация, я, с одной стороны, понимаю, что она мама, она там одна, скучает, А вы мой вопрос слышали? Что я спросил у вас? Послушала, видимо. Как вы хотите себя вести? Я хочу себя вести, вот, сейчас я себя так веду, я ее немножко отдаляю, начинаю отдалять себя. Угу. Вот так я себя веду, на что мама обижается, а у меня периодически мучает совесть. То есть вы, если ведете себя как хотите, вас сразу накрывает чувство вины, да? Да. Понятно. Вы знаете, ну, может же как-то, наверное, компромисс этот вопрос решить, что вы вели себя как вы хотите, мама обидится по-любому, но это пройдет, если вы просто скажете, что вы там, ну, очень, как сказать, слишком много, да? Вы же в этом проблема. Да. Что давай, мама, мы будем с тобой общаться, вы как хотите с мамой общаться, раз в неделю, как вы хотите, пять раз в неделю, расскажите мне. Ну, пару раз там, возможно, по скайпу в неделю, но... Вот мама, не то, что я дам обижен, он от тебя нет. У меня, я занята, в общем, я много дел, поэтому я могу два раза в неделю, мама. Ну, а что это? В чем проблема-то? Я вам зачем нужен? Благословить? Нет, просто такой разговор уже был, и она не понимает этого. Ну, значит, вы не будете больше, стоп, 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 что-то не понимает. Ну, значит, она не может в скайп выйти, это чаще, и все. Ну, скайп не работает. Он в скайп открывается, как паспортный стол, на один час, два раза в неделю, понимаете? Кто не успел, тот без паспорта, и без прописки. Что тут сложного? Ну, да, ну, да, там, помимо скайпа еще начинаются звонки на телефон. Не отвечайте. Просто игнорировать, да, чтобы... Нет, от матери нельзя издеваться. Сначала маме должна объяснить, что мама, я тебя люблю, но общаться мы будем так, как мне удобно, потому что она на пенсии, жена это, правильно? Да. А вы-то нет, и у вас куча дел. Вот и объясните. Вы когда были ребенком, мама как вам объясняла, когда вы плакали, говорит, мама, ты куда? Мама работает. А откуда денежку взять ребенку и хлеба принести? Так мама же говорила. Сейчас вы поменялись местами. Говорит, мама, ничего не изменилось, кстати, люблю по-прежнему. Значит, мне не надо звонить пять раз в день, я не смогу с тобой говорить. Мама это поймет, просто трубку просто брать не будете. И тоже... Да, кстати, мама молодая достаточно, и не 80. Вот. И скайп два раза в неделю, а маме надо найти себе занятие по душе, а не вешаться на ребенка. Вот и все. И никакой чувства вины, это надо у себя просто твердость проявить определенную, потому что это совершенно нездоровые отношения. Как-нибудь мы сделаем об этом передачу, это очень тема тяжелая, неприятно, как-то читала об этом в лекции, ползала, рыдала. Потому что вот чувство вины, это же не про любовь, как вы понимаете. То есть, типа, я общаюсь со своей мамой не потому, что я ее люблю, а потому, что она умрет раньше, чем я, а я с этим жить не хочу. А когда я не общаюсь, меня накрывает чувство вины и совести, и вот из-за этого мы с ней так странно общаемся. вот, а мне помогает Мария Армас, в общем-то, не просто красивая девушка, но еще очень душевная. Такая рубрика была в советское время, письмо позвала в дорогу. Мария увидела крик души, так вот, страниц на 50, и сказала, Михаил, вы просто обязаны это сделать, мы должны ей помочь. Вы должны вмешаться, потому что письмо начинается с фразы, обратите внимание, это... Постараюсь кратко. Постараюсь кратко, и далее. Вы сейчас поймете, насколько... Я кое-где, прошу прощения, у нашей слушательницы, кое-где подсокращу, потому что очень много. Михаил, подождите, из песни, а я, почитайте все, чего вы прямо подсокращуете? Тогда это по-толстовски так, предложение на полстраницы. Дайте, я хоть сам послушаю, давайте. Итак, постараюсь кратко. Кстати, ее Маша зовут, я нашел, ее зовут Маша. Маша пишет, что влюбилась в своего друга, и когда призналась ему, он исчез. Хотя за время дружбы он сам давал понять, что я ему нравлюсь. Страдала, конечно, через пару месяцев он появился, попытался снова общаться. Я уцепилась за эту возможность, успокоила его, что все ок, ничего от него не требую, готова дальше дружить. У нас возобновилась наша странная дружба, которая, в кавычках, кстати, которая больше походила на отношения. Мы виделись почти каждый день, причем по его инициативе, везде появлялись вместе, также вместе уходили, все были уверены, мы пара. Но между нами действительно ничего, кроме этой долбанной дружбы, не было. Что сводил меня с ума? Конечно, в один прекрасный день он сообщил, что уезжает в другую страну, познакомился в интернете с девушкой. Я сказала себе все, последнюю неделю провела с ним как можно милее, помогала собирать вещи, обняла, посадила в автобус, порвала все контакты. И когда он по приезде туда обнаружил себя отовсюду удаленным, то поднял панику, мол, какого черта? Я ему все честно объяснила, что это выше моих сил, и что в конце концов такая дружба меня уже унижает. Мол, сделал свой выбор, будь уже счастлива, оставь меня в покое, но забывать он не хотел, все орал, а как же наша дружба, ты эгоистка, и так далее, и так далее. По сей день он пытается делать попытки привлечь мое внимание в соцсети. Вот скажите, Михаил, на кой черт мужчине эта дружба? Мне понятно, я себя обманывала, чтобы его не терять, а ему-то что с этой чертовой дружбой? Заладил дружба, дружба. Он в Европе, кстати, всегда туда рвался. У него девушка, которую сам выбрал, отвергнув меня. Если у мужчины сложилась личная жизнь, и все там хорошо, разве ему вообще нужна дружба с девушкой, которая ему не нравится? Спасибо. Михаил, постарайтесь ответить кратко. От имени, и так же кратко, как Маша, я отвечу. Я прочитала все, как было, да. Я хочу Маше передать от имени слушателей Общества Красного Креста и Полумесяца, Общества Защиты Животных, Огромное спасибо Марии Армус, которая прочитала ваше очень короткое письмо. Вы уж так и пишете, постараюсь кратко. Видно, постарались. Отвечаю. Это очень интересная тема, Марии, на самом деле, хочу сказать. Фишка очень интересная. Людям с низкой самооценкой очень надо, чтобы кто-то их любил, ждал и принимал такими, какими они есть уродами. Поэтому, это как чемодан без ручки, как говорят, носить неудобно, выбросить жалко. Вот этот Машин бойфрен, да, зачем она ему нужна. Потому что ему надо знать, что где-то в далекой заснеженной Москве или не знаю, где живет Маша, живет какая-то девушка, которая нафиг ему не нужна. Он ее отродясь никогда не любил. Это с самого начала было. Но она, типа, у него есть. И в любую минуту, когда кино показывают, там такая картина, такой в дупелину пьяный мужик, значит, одной бабе названивает, другой она посылает. И тут он вспоминает, прямо в самом конце запертной книжки есть еще одна. Так бы глаза, конечно, бы ее не видели, но такая ситуация. И он звонит, говорит, ну что, Наташа, как ты сейчас приедешь? Да-да, как приезжай. Это, кстати, гениально было в фильме Афони. Помните? То, что Женя Симонова, Евгения Симонова играла, вот эту девочку такую. Афоня, можно я вам позвоню? Афоня, у нас на работе давали два билета в кино, у меня есть, вы пойдете, вот это оно. А этому Афоня, который, ну так сказать, это комедия, но тем не менее, такой трагический персонаж, ему надо, чтобы не такая была. Конечно, ему нафиг не нужна. Вот помните, сисястым главбухом там танцевал. Но то, что она у него есть, это всем людям надо. И женщинам нужны такие, ну так сказать, безответные мужчины, жертвы и лузеры. И мужчинам нужны такие, в общем-то, я бы сказал, бедные овечки, которых они не любят, но надо знать, что она у тебя есть, что ты можешь позвонить, она тут же прибежит. Поэтому он начал орать. Так-то действительно, чего орать-то, зря надрываться. Вот ему забирает, как бы, самое дорогое. Вот такая фигня Маша. Маша, вы как-то с головой разберитесь. Не надо так больше влюбляться в своих друзей. И дружить с ними тоже так, ну, в общем-то, извращенный, я бы сказал, не надо. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, мне 34 года. Вопрос такой, где-то года три назад я расстался с девушкой, были отношения пять лет, вот, была жесткая депрессия, не хотелось там жить, я пошел к терапевту. Угу. Вот. И, ну, где-то около трех лет, получается, хожу-хожу-хожу, а радости, как бы, все нету. Нет, там жизнь стала лучше, да, но, как-то, ты же стал задумываться, а не тянут ли с меня деньги, то есть, по мне, да, там, ну, год-полтора-два, и хватит, но что-то, долго. Что ваш вопрос? Вопрос, ну, в принципе, вы понимаете, сколько надо времени на то, чтобы, ну, можно сказать, почувствовать себя счастливым, сколько надо времени работать терапевтом? Вы знаете, все очень индивидуально, я к вам есть, ну, как бы, ответ не совсем, может быть, даже на ваш вопрос. Вы, вот, давайте я про себя расскажу, ладно, можете на моем примере решить, и как вам проще, хорошо? Ну, давайте. Вот человек ко мне приходит первый раз. Что я ему рассказываю? Я ему рассказываю, что он должен хотя бы с третьего раза, если не с первого, а лучше с первого, в течение хотя бы двух недель первых, ну, максимум трех, почувствовать, это называется в медицине, положительную динамику. Понимаете, что такое положительная динамика? Да. Это вы еще не счастлив, но вы уже сдвинулись с мертвой точки, то есть вы реально можете потрогать руками, ощутить и понять, нюхать и на зуб попробовать, что вам реально стало лучше немного. То есть то, что было, когда вы пришли, изменилось. Но хоть как-то изменилось, хоть немного, понимаете, да? Угу. Второе, я говорю, если вы пришли раз, пришли два, пришли три, и ничего не происходит, не тратьте мое время и свои деньги. Понимаете, да? Угу. Дальше меня спрашивают, а как надо часто к вам ходить? Я говорю, ну, как хотите, так и ходите ко мне часто. Это вы должны регулировать, а не я. Вот когда такой подход, то человек сам понимает, помогает ему это или нет. Я очень плохо себе представляю, как можно ходить, не то что три года, а полгода. Вы ходили раз в неделю, например? Первые, наверное, значит, полгода было даже по три раза в неделю, потом два, а сейчас уже раз в неделю. Очень смахивает на психоанализ, да? гештальт. Гештальт тоже ты раз в неделю, хороший гештальт. Слушайте, я не знаю, что вам сказать. Во-первых, это неэтично обсуждать коллег, как вы понимаете, да? Да, понимаю. Вы, наверное, туда не толкаете, я этого делать не буду. Я другое вам хочу сказать со стороны пациента, как бы. Вот я, например, как очень мало, кстати, в России психологов, во всем мире все психологи должны ходить на супервизию. Знаете, что это такое? Да, они не ходят. Да и сам я хожу редко, а некоторые никогда не ходят, потому что это не лицензированная деятельность, поэтому ходишь-ходишь, не ходишь-не ходишь. А во всем мире эти супервизоры просто пишут, что был ты или не был. А если не был, тебе просто лицензию не дают. Помните, был такой фильм «Мой лучший любовник» с Умой Турманом и Мэрил Стрип? Вот там как раз была супервизия в чистое видео Мэрил Стрип, а это показано. И вот я пришел к психологу, и мне понравилось. То есть я стал ходить, и я чувствовал результат. Я не могу сказать, что я решил свои проблемы, но я реально почувствовал, что у меня реально становится лучше. Какие проблемы я, кстати, решил. А вот если вы этого не чувствуете, то на кой черт ходить три раза в неделю, это три года, объясните мне. А ваша-то логика в чем была? Вы зачем столько времени потратили? Или вы что-то все-таки испытывали какое-то улучшение? Объясните мне. Ну, по мне это мало. Ну, в смысле, за три года что-то начали... Это мало. А вы знаете, что здесь сработало? Ваша неуверенность в себе, если вы сказали, ну, какие-то вещи там, в ресторан приходите, да? Да. И говорите, а что у вас такая порция? Маленькая, стоит дорого. Пойдем в Макдональдс опять. То есть вы четко понимаете, что вы любите, что вы не любите, правильно? Да. Я не знаю, у вас какой размер ноги? 40. 40. Приходите, говорят, что-то жмут, да? 39-й, не берем. А здесь как-то вдруг, вот я не знаю, то ли нормально, то ли мало, но три года. Три года? Ну, как сказали мне, то есть... Это еще, три года, это еще и срок. Слушайте, ну, вы же могли сказать, слушайте, спасибо, но нет, наверное, есть какие-то другие способы решили проблему. Да нет, спокойно, да, мог бы найти другого терапевта. Я думаю, что после нашего этого разговора вы должны четко начать ориентироваться все-таки на свои чувства. Вот доверяйте себе, говорите сами себе, но я не чувствую. Во-первых, вы можете сказать, для меня это долго, три года. Ваша такая концепция, ну, прекрасно. Наверное, на меня найдутся посетители, а в мою концепцию это никак не вписывается. Мне три года, это очень много. И все. Понимаете меня? Понимаю. Я вам желаю, чтобы больше... Ну, слышать им. И вы должны все, друзья мои, когда к любому психологу, идите вы к гинекологу, урологу, хирургу, или вы чувствуете, что вам выздоравливает, или не тратьте время на врачей этих. Найдите другого врача. Это везде одна и та же схема. Или вам становится лучше, или эти таблетки не работают. Найдите другие таблетки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова